Солярий Я говорю о себе, что кожа бледненькая Какие-то сосудистые звездочки на ногах Солюлита у меня как такового явно выраженного нет Но неровности на коже существуют Какие-то высыпания Вид неприятный И сразу как одеть открытую одежду Не представляется возможным Поэтому, чтобы подлечить свою кожу Чтобы придать ей красивый оттенок Чтобы получить заряд бодрости, энергии и хорошего настроения В помощь, конечно, нам приходят ультрафиолетовые лучи А в частности солярий Я люблю загорать Вопреки тем мнениям, что это старение вызывает кожу Все такое негативное Что рак груди и все такие моменты рак кожи может вызвать Да, это, конечно, существует Но если иметь правильный подход И придерживаться определенных правил Я думаю, что вред для здоровья мы не окажем А лишь положительный эффект получим Итак, те правила, которые существуют В момент загара приема солнечных ванн Вот именно об этом сегодняшнее видео Первое Вы решили, что вам нужен красивый цвет кожи Вы решили подлечить свой внешний вид Первое, что нужно сделать Это, конечно, проконсультироваться с врачом Существует большое количество противопоказаний Которые существуют И, естественно, если вы обладаете вот этими признаками То посещение солярия вам, конечно же, противопоказано Первое, это детям до 15 лет нельзя посещать солярии Если вы беременны Если вы беременны, в состоянии лактации Если вы принимаете антибиотики Если сахарный диабет Если проблемы с дыханием Проблемы с кровью В общем, это, как говорится, в больничку К врачу И подробненько об этом говорите Следующий момент Противопоказания мы определили Можем Все Следующее, что нужно сделать Это определить свой тип кожи Существует 4 типа кожи И в зависимости от того, к какому типу относитесь вы И зависит время пребывания в солярии Количество сеансов Так Первый тип Это натуральные блондинки Девушки со светлыми глазами Со светлой кожей С голубоватым отливом Которые девушки эти быстро обгорают Практически загара добиться на такой коже невозможно Но, как говорится, слегка подлечить И немножечко придать не такой уж бледный вид Возможно Второй тип кожи Это русые девушки Рыжие девушки Опять-таки с серыми глазами Цвет кожи топленого молока Загорают они достаточно хорошо Могут обгорать Могут добиться хорошего цвета кожи Но с этим тоже нужно поосторожнее Третий тип Это тип темно-русые волосы Темно-рыжие волосы Глаза от серых до светло-коричневых Хорошо загорают При том, когда они загорают Имеют красивый оливковый цвет Загара Четвертый тип Это девушки явно смуглые С темными глазами С темными волосами Они не обгорают Достаточно одного-двух сеансов солярия И кожа приобретает красивый Загорелый оттенок Так, в общем, определились мы с типом кожи После того, как мы определили свой тип кожи Нужно определиться со временем Для первых двух типов кожи Время пребывания в солярии от 3 до 5 минут Но сеансов может быть количество неопределенное То есть сколько хотите, столько Вернее, какой результат вы хотите добиться Такое количество сеансов и должно быть Как говорится, малыми порциями Можно добиться хорошего результата Третий и четвертый тип кожи Это от 5 и более минут Но количество сеансов, опять-таки, скажу Будет достаточно менее Меньше То есть Третьему-четвертому типу Достаточно 4-5 сеансов И у вас будет прекрасный оттенок Так, определили тип кожи Определили, сколько времени В среднем вам нужно для того, чтобы Позагорать в солярии И следующим этапом, конечно Это выбор солярия Очень тщательно, конечно, отнестись Нужно к выбору солярия Потому что от того, насколько часто Меняются лампы солярия Настолько, как говорится, эффект Вы получите Если новые лампы То, конечно, время загара нужно сократить Обязательно спросите о том Как часто меняются лампы И как часто они используются Определенный регламент использования Ламп в солярии существует Поэтому на ресепшене Поинтересуйтесь Именно документацией Что касается использования ламп в солярии Солярии существуют Вертикальные, горизонтальные Я предпочитаю вертикальные Загар в таких соляриях Как бы более равномерно ложится Нет такого прямого соприкосновения С поверхностью Хотя, конечно, это все обрабатывается Раствором дезинфицирующим Но, тем не менее Само соприкосновение с поверхностью кожи Я не люблю И, конечно, это и тепловой эффект И, в общем, неприятные моменты Обязательно в солярии В самой капсуле должна быть вентилирующая система То есть, для того, чтобы вы себя там Более-менее комфортно чувствовали Конечно, должен поступать воздух прохладный Следующий момент Что касается салона солярия Заранее, если вы находитесь впервые в солярии Поинтересуйтесь, где кнопка экстренной остановки сеанса Потому что, если вы первый раз пришли Вы не знаете, насколько будет ваша реакция Насколько будет вам там комфортно Возможно, вы просто себя плохо почувствуете И захотите прекратить сеанс Вот именно для этих целей Вы обязательно должны заранее узнать Где же та кнопка С помощью которой вы можете прекратить свой сеанс Так, следующее В хороших соляриях выдаются обязательно Одноразовые шапочки, очки и стикеры для закрытия сосков Для чего это? Предохраняем волосы от пересушивания, перевысыхания, выгорания От негативного воздействия Закрываем глаза для того, чтобы воздействие ультрафиолета На нежную кожу под глазами было ограничено И, естественно, закрываем соски Как правило, на вот этих стикерах, наклеечках Существует кроме крупных наклеек, которые скрывают соски И мелкие для того, чтобы могли закрыть родинки Существующие крупные и мелкие Обязательно закрывайте, чтобы не увеличились они в размере И, конечно, чтобы не навредить своему организму Защищайтесь как можно Следующий момент В соляриях также предлагаются защитные крема Для кожи лица, для всего тела Не пренебрегайте, конечно, вот этими средствами Обязательно защищайте свою кожу, тело А это кошки у меня Обязательно защищайте кожу лица И обязательно защищайте кожу губ Но для этого, конечно, существуют бальзамы различные с ультрафиолетовой защитой И не пренебрегайте, конечно, вот этими средствами. Следующий момент. Перед посещением солярия ни в коем случае не принимайте душ, не посещайте баню, дабы не подвергнуть свою кожу прямому воздействию ультрафиолетовых лучей, потому что ороговевшие клетки, которые находятся у нас на коже, они все равно свою защитную функцию выполняют. Поэтому, не смывая их, посещайте солярий. Так, меры предосторожности. Мы обсудили, определили свой тип кожи, согласно этому посещаем солярий. Поскольку ультрафиолетовые лучи оказывают стимулирующий эффект на весь организм, поэтому после посещения солярий, конечно, полтора-два часа, лучше всего побыть в спокойном состоянии, немножечко отдохнуть и, как говорится, не нагружать свой организм никакими физическими нагрузками, никакими эмоциональными нагрузками. То есть спокойно полежите в спокойной, хорошей обстановке. Получите массу удовольствия, красивый оттенок кожи, будете сиять, сверкать и радоваться сами, радовать окружающих своим внешним видом. На этом все, мои дорогие. Всем всего хорошего. С вами была Оксана. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok